Всем привет! Меня зовут Любомир Борода, это мой канал. Сегодня 19 марта 2020 года, я решил записывать небольшие выпуски, такие наблюдательные, что происходит во время карантина, как ведут себя люди, что я замечаю. Первое, что я заметил, масок на сегодняшний день на улице стало больше. Все-таки люди уже, наверное, понимают то, что, возможно, маска их как-то защитит. Конечно, в этих масках смешно, то есть маска спущена вот тут вот на подбородок, везде болтается, они идут, у них там машины ездят. Вчера видели, чувак идет, у него здесь болтается респиратор, рядом с ним идет его друг, идет вот так. То есть прямо в респиратор соплю ему, скорее всего, запустил, но зато, блядь, маска. Вот, но бабушки всякие, там еще что-то по бабушкам, отдельный, отдельный разговор, скажу чуть позже, но маски, маски появились. То есть маски появились, не в магазинах, нигде, в аптеках их нету, они есть на людях. Вот. Сразу к вопросу о транспорте. Транспорте, количество людей, которые должны ехать в салоне автобуса, маршрутки там и так далее, должно быть не более 10 человек. Что я наблюдал вчера? Куча народу на остановках, вот просто куча, их много, они толпятся, маршрутки и автобусы просто проезжают мимо остановки демонстративно, показывая, грубо говоря, что у нас уже в салоне есть 10 человек. Люди тупо стоят, кто-то психует, кто-то там кому-то звонит, кто-то, наверное, вызывает такси, а кто-то идет домой пешком. Еще наблюдение по лифтам. То есть если раньше там кто-то заходит в подъезд, а кто-то уже в лифте, там подождите, подождите, сейчас люди начали держать дистанцию. То есть если кто-то в лифт заходит, следующий не пойдет. И еще вот в офисном центре нахожусь, наблюдаю, что большинство пешком просто специально не идут в лифт, потому что ну лифт как все-таки рассадник, да, грязи, бактерии, заразы. Кто-то пришел там покашлал, а следом за ним поедешь ты, и хрен знает, что там ехал за человек. А если несколько человек зайдут в лифт, то это же вообще жопа. А как у вас я столкнулся с тем, то что если сосед идет в маске или соседка, а ты бес, и ты там что-то здороваешься, то я вот даже кивков не видел. Такое ощущение, что люди, наверное, себя уже накручивают, то что я какой-то, наверное, плохой, потому что я пиздую без маски, а они пиздую в маске хорошие, и они уже со мной как-то не здороваются, а может быть думают о чем-то своем, потому что сейчас реально ситуация такая сложная, очень много всяких непонятных новостей, люди же непонятно откуда черпают, из какой ямы информации. Клубы, рестораны, кафешки, спортивные залы, фитнес-центры, все-все-все это закрыто, либо должно быть закрыто. И работать могут только аптеки, продовольственные магазины, работает еще новая почта, работает общественный транспорт. Вчера прогуливались с супругой, и ну как-то пока не очень привычно ощущать тот факт, что реально кафешки не работают, и знаете, когда хочешь просто пройтись по улице, пускай там не многолюдные улицы, но хочется там идти и взять, например, стаканчик какао, и выпить его на берегу реки. Вот стаканчик какао взять уже негде, и это непривычно. То есть ты начинаешь с этим сталкиваться и понимаешь, что, блин, как вот оно все-таки вот не так, то есть вот этого как бы уже не хватает. Ну когда ты об этом читаешь в новостях, это одно, а когда ты это видишь на улице, это уже несколько иначе. Сам это чувствуешь как бы. И по рукопожатиям. Вообще интересно, ситуация. То есть сейчас все прекрасно понимают, что жать друг другу руку в приветствии, ну как бы очень не гигиенично, в том плане, что, блин, вот зараза может ходить, и можно через рукопожатие как раз подхватить все. Кто-то взялся за дверную ручку, кто-то кнопку в лифте нажал, кто-то еще что-то. Люди могут быть разными. Такой есть психологический момент. Ты вроде бы достаешь руку из кармана, вроде же бы он свой, да, и человек вроде бы тоже. И такой взгляд в глаза, типа, а, как там сейчас здороваются. Ну типа, оп там, как-то так вот съехали. А иногда бывает то, что вроде бы, ну и человек там, не то, что ты каждый день его видишь, но раньше ты пожимал ему руку, да, и тут он идет, он вроде руку достает, а ты ему хлоп, нет. Либо наоборот, ты хочешь ему подать руку, а потом думаешь, сейчас я ему подам и поставлю его в неловкое положение. То есть, ну, по сути, как бы ты подаешь руку, да, а он вроде хочет перестраховаться, и получается, что, ну, вроде бы ты это и ты, и ты как бы невольно заставляешь его пойти уже против своей воли. То есть, ну, не каждый человек скажет, не-не, сейчас давай, не будем здороваться. И получается, что, да, вот этим движением уже, каким-то призывом к рукопожатию ты ставишь человека в неловкое положение. И, скорее всего, ну, как вот я для себя определил, лучше все-таки при приветствии человеку говорить там, о, привет там, и там, развернуться там что-то там или еще что-то, либо сказать, типа, давай на время карантина постараемся все-таки поменьше контактов. Опять же, в связи с этим начинают вырабатываться полезные привычки по поводу, например, того же мобильника. Если раньше я везде доставал свой смартфон, там, пришел в кафе еще куда-то, да, иду по улице, он у меня все время в руке, то в одной, то в другой. Я открыл ручку, взял смартфон, прислонил его сюда, что-то там написал, тут кинул. Мог положить его на любую поверхность, в любом заведении, в которое я захожу, в общественном заведении, на какой-нибудь почте. Вот. Постоянно его доставал, любой свободной рукой ты его достаешь. Вот сейчас просто начинаешь привычать себя к тому-то, что если ты этой рукой взялся за ручку двери, то мобильник ты уже не берешь, пока ты там не попшикаешь, либо не протрешь салфеткой эту руку. Когда сидишь, ешь, тоже мобильник как-то стараешься уже не доставать. Либо, блин, все вот там помыл, там, вот это вот, все-таки я дома, тогда да. Вот. Но это плюс. Это плюс, я считаю, в том, что вот, возможно, эти привычки выработаются и постоянно уже будет так, потому что заразы, помимо всяких вот этих коронавирусов, ее же реально хватает. И вот я, например, ну, на многие такие вот маленькие нюансы не обращал внимания. Сейчас начинается. На улице очень много пенсионеров. Я выхожу утром в 6 гулять с собакой и пенсионеры уже на улице. Они все куда-то идут, им всем что-то надо. Они стоят толпами на остановках, они пытаются вот залезть в какой-то там транспорт, им всем куда-то срочно понадобилось. По поводу новостей очень много, сильно, ну, просто люди сидят дома, да, многих попереводили на удаленку, где-то что-то вообще закрыли. То есть люди сидят дома, они сидят в интернете, им нечего делать, многим почему-то. И они, наверное, читают все, что можно и все, что нельзя. Как я уже говорил, непонятно, с какой ямы берут информацию. Вот. И начинают распространять различные фейки. Очень много фейков, ну, уже пошли там какие-то догадки, да, откуда, да кому все это надо, там, про всемирные заговоры, про последнее предсказание Ванги, которое начинает сбываться, про Иисуса Христа, которому надо обязательно сейчас всем ломануться в церковь и идти молиться, и тогда он сжалится над нами и отпустит коронавирус. Про Люцифер, оказывается, сейчас просто идет переустройство мира на цифровые технологии, и Люцифер, оказывается, переводится как люди цифр, короче, цифровые люди, вот, оказывается, такую хуйню кто-то придумал. И люди это пишут какие-то, а другие люди это репостят. И самое интересное, что часто репостят те люди, которых ты раньше считал за вменяемых нормальных людей. Если вы видите какие-то новости, которые вам даже кажутся правдоподобными, а их сейчас реально очень много, есть ресурсы, которые специально обращают внимание на фейки, а ссылку на эти ресурсы я дам под этим роликом. Также развелось очень много экспертов, но это опять же к фейковым, наверное, каким-то штукам относятся, очень много экспертов, которые начинают примерно писать такое, то, что я врач-вирусолог, мне уже миллион пятьдесят лет, я всю жизнь работал с этими коронавирусами, и уже не могу молчать, потому что вы все достали, а на самом деле это вот так. И таких вот тетя сказала, дядя Вася работает в инфекционке, он все знает, этого очень много, об этом зачем-то все тоже пишут, репостят и берут это как бы за правду. Представляете, сейчас бы была зима, как бы это нагнетало, темно, никакого солнца, холодно, не дай бог где-то что-то выключит, тепло или еще что-то, люди начнут мерзнуть. Но это реально была бы жопа. На тех же остановках, как вот сейчас стоят, да, сейчас, по крайней мере, не так холодно. Вот. Зима, она огнетает, витамиинов меньше, еще что-то. Сейчас весна, сейчас природа просыпается, как-то больше оптимизма. Ты такой выглянул в окно, солнце, блядь, ну какая же может быть трагедия, да, какой может быть апокалипсис, и как-то вот оно, ну вот как-то хорошо. Но понятно, что многие сейчас озабочены тем, что будет с их бизнесом, что будет с их деньгами, с их отраслями, потому что переведя всех на удаленный доступ, закрыв все магазины, которые непродовольственные, ну, закрыв кучу предприятий. Просто сейчас куча товаров получилась людям не нужна. Они все эти товары перешли в разряд, а давайте после карантина. В принципе, как оно пойдет дальше, не знает никто. Лично по себе могу сказать, да, там, я арендую помещение для того, чтобы там снимать видосы, заниматься каким-то своим интернет-магазином, как-то вдохновляться, пить чай, встречаться с друзьями. Вот мне надо зарабатывать деньги, чтобы платить за аренду этого офиса, чтобы там, у меня есть семья, да, там, нам надо что-то есть, нам надо во что-то деваться, ну, как бы, вот, как и всем людям что-то надо. Ну, например, сейчас уже данная ситуация, ну, меня коснулась, потому что у меня стало меньше заказов, да. Я сам, ну, как бы, тоже сейчас здесь, собственно, сидеть просто так не буду, потому что что здесь высиживать, я лучше посижу дома с ребенком. Кстати, мы вчера с ней отлично порубились в приставку Дэнди, в Марио, ну, вообще, и в ЧПДЛ, вот. И тоже, конечно, ты переживаешь, как оно пойдет дальше. Я занимаюсь соцмедиамаркетингом, и время от времени у меня появляются клиенты в различных областях, в различных структурах. Вот в данный момент я занимался как раз отраслью ресторанов, которые сейчас закрываются, переходят на доставку. Суть в том, что я там уже не работаю, то есть вчера со мной попрощались, сказали, что было очень классно с вами сотрудничать, но вот ситуация такая, неизвестно, когда она возобновится, но мы пока не можем оплачивать, так сказать, ваши услуги. То есть получается, что я вот уже за всего лишь там три дня карантина потерял один из видов своей деятельности, ну, заработка, не деятельности, потому что клиенты могут появиться и другие. Плюс вот то, чем занимаюсь я, откуда я могу заплатить, да, там, за аренду, там, за что-то еще, оно тоже уже проседает, оно уже, скорее всего, не будет приносить доход именно в то время, когда вот все вот так. Поэтому сейчас пойдет переосмысление не то чтобы ценностей, а потребностей. Вот, если сейчас там все что-то ломанулись, накупили гречки, там, это одно, у всех еще есть какая-то работа, у всех есть какие-то деньги, там, кому-то хочется много туалетной бумаги, это да, но все зависит от того, сколько будет простаивать, простаивать, да, там, какое-то производство, работа. То есть людей, которые не смогут получать какие-то деньги, будет становиться все больше и больше и больше. Ну и, соответственно, во что это все выльется, никто не знает. Но то, что после карантина будет точно не сладко, это точно. Надеяться надо быть готовым к тому, что какие-то вещи, которые на сегодняшний день нам кажутся обыденными и простыми, такими, как съездить в соседний город или съездить погулять в соседнюю страну, возможно, скоро станут роскошью. Время провождения свободным, как сейчас все говорят, в карантине времени очень много. Давайте там, чем заняться в карантине? Вот сейчас очень много постов пошло, чем заняться в карантине? Я вот тоже посмотрел, даже предыдущий мой выпуск был такой, чем заняться. А сейчас я до сих пор пока не могу начать быть свободным, чтобы чем-нибудь заняться в карантине. То есть пока куча каких-то забот и времени на вот это вот, чем бы себя занять, не хватает. Но хочется поучиться, есть много бесплатных курсов, каких-то там открытых курсов, которые можно посмотреть, что-то для себя почерпнуть. Конечно, доломанулось очень много людей на все эти бесплатные курсы. Сейчас просматриваю один курс, ну, примерно из там 8-ми часовых роликов. Для меня лично, ну, минут 30 полезной информации можно как-то выгрести. Попробовал, посмотрел там 3 ролика по продвижению в ТикТок, полнейшая шляпа. Ну, просто вот модный чувак в ТикТоке, который про это рассказывает. Но рассказывает он, ну, дочка мне рассказала бы намного больше про ТикТок. Такое, то есть вроде бы халявной информации много, но не факт, что она очень как бы нужная, актуальная. Плюс мир-то меняется. И если эти курсы были отписаны там год назад, полтора года назад, какие-то лекции, то сейчас ввиду вот сложившейся ситуации, когда все переходят в онлайн, большинство, то есть народу переходит в онлайн, куча молодежи переходит в онлайн, часть отраслей каких-то просядет, и эти услуги даже онлайн будут не нужны, и поэтому все будут стараться переквалифицироваться именно на тот вид онлайн деятельности, которая будет востребована. Поэтому за вот этот карантин кто-то может прокачаться и быть востребованным в каком-то отрасли, кто-то может потерять даже свою удаленную работу. То есть, ну, тут, блин, очень сложно прогнозировать, что будет востребованным, что не будет востребованным. Я все-таки буду пока заниматься Ютьюбом, я буду заниматься все равно своей вот этой деятельностью, своим магазинчиком, чаем, СММ, но по клиентам буду смотреть, кому реально я нужен, кому я не нужен, плюс наведу порядок на своем сайте. Ну и еще что я наблюдаю за последние дни. Очень много рекламы масок, все стали шить маски, стали их принтовать. Маски, как мне кажется, войдут в моду сейчас, такой, знаете, апокалипсис стайл. То есть, ну, просто не всем же хочется ходить вот в этих белых, которых и так даже нигде нет. И поэтому уже понеслась тема черных разных принтованных масок с какими-то крутыми вызывающими надписями. И мне кажется, что любой бренд одежды, особенно вот украинский, да, у которого сейчас еще есть доступ к своему производству, есть какие-то ткани, они сейчас по-любому начинают нашивать маски, запускать это в Таргет, потому что вот, ну, и вот моя лента Инстаграм, когда я ее кручу, у меня только через каждые три поста какая-нибудь маска. Покупаем маски, маски недорого, маски со скидкой. То есть, ну, это вот все вот эти, как это, маркетинговые уловки, то, что типа как будто бы они когда-то были, но теперь вот они со скидками, потому что они заботятся о людях, но видно, что кучу масок делают, вот штампуют прямо сейчас, вот их быстро-быстро шьют, принтуют, и потому что пока еще работает новая почта, пока еще есть свободное передвижение по городу, надо, бля, быстро заработать денег, ну, вот хайп на масках. И также те, кто магазины типа по правильному питанию, да, там, которые там с витаминками связаны, они почему-то сейчас решили то, что их витаминки должны быстро продаваться, потому что они укрепляют иммунитет. Срочно за витаминками к нам, надо укреплять иммунитет. Ну, я вам скажу так, что иммунитет надо укреплять всегда, а не сегодня, когда все уже, в принципе, вот уже настало, да, сейчас, ну, как-то, если ты, ну, блин, если у тебя слабый иммунитет, вот эти витаминки, если ты сейчас купишь, блин, ну, они тебе уже не помогут. Что по спорту? Со спортом тоже случился трабл, да, так как все фитнес-клубы закрыты, все закрыто, но даю ссылочку под роликом на свой фитнес-клуб, в который я хожу заниматься, на Септем фитнес, там ребята креативят, разрабатывают тренировки, которые можно делать дома, и я тоже смотрю на них, я тоже стараюсь это все выполнять, плюс по травме мне вроде как нельзя бегать, и я оттягивал этот момент, то, что, блин, ну, пока бегать нельзя в мае, потому что я хочу пробежать Легион Ран, который будет в Киеве, сейчас я не знаю, будет он или нет, как будут развиваться события, но я себя берег и готовился именно к Легион Ран, вот, ну, а сейчас, уже глядя на вот это все, ты понимаешь, что все равно хочется тренировок, пока еще не запретили выходить на улицы, хочется дышать свежим воздухом и быть физически активным, и поэтому, скорее всего, завтрашнего, либо послезавтрашнего дня, я начну небольшие пробежки. Желаю всем здоровья, если такой формат интересен, интересно слышать какие-то новости, что происходит, как это выглядит, как мы с этим справляемся, что я замечаю и наблюдаю, пишите, пожалуйста, в комментариях и задавайте вопросы, потому что я могу говорить-говорить и уйти в какой-нибудь вот, в более детальный разбор какой-то определенной темы и что-то упустить, поэтому, если будут вопросики, если интересно, что происходит у нас, пишите с радостью, вот, в таком формате запишу, отвечу, расскажу, вот, и очень интересно, если вы в комментариях напишите, как обстоят дела в ваших городах, вот, говорю сейчас про Украину, но, опять же, судя по новостям, и в России все это начинается, да, и в Беларуси, меня смотрят как раз во всех вот этих вот странах постсоветского пространства, поэтому пишите, пишите, как у вас, как что вообще, что вы по этому поводу думаете, может быть, это и правда Люцифер. Не болейте, берегите себя, поменьше нервничайте, пейте чай, занимайтесь спортом даже дома. И старайтесь поменьше, поменьше нервничать, хотя это сделать очень сложно.